Отрезаны от цивилизации. Жители десятка домов в Ленинском районе оказались на острове. Коммунальная авария вынудила их изменить образ жизни и заставила всерьез опасаться за сохранность своего жилища. Подробнее расскажет Юлия Шишкина. Готовы? Да. Вот, все, я дальше даже не пойду. Резиновые сапоги – самая популярная обувь на улице Зеркальная в Ленинском районе. В бурный ручей можно ступить прямо из подъезда. Местные жители грустно шутят, что живут на островах, как зайцы. А дед Мазай к ним не спешит. Второй месяц люди буквально отрезаны от цивилизации. У нас тропы просто непроходимые. Вообще вот люди постарше, ну совсем с клюшечками, пройти не могут. Ни скорая помощь не может подойти, машины не могут подъехать. Вот позавчера минусовая погода была, лед и вот так 50-сантиметровая яма. Машины не могут заезжать. В зону коммунального паводка попали около десятка домов. При плюсовой температуре глубокие лужи, при минусовой – ледяной каток и полыньи. Источник и точный адрес течи известен. На вершине склона дом номер 11А по той же Зеркальной улице. Старшая по дому Таисия Бусарова рассказывает, как 1 ноября в подвале прорвало трубу с водой и в квартире на первом этаже забил фонтан. Управляющая компания прислала рабочих, которые фонтан ликвидировали, а вот течь нет. Целый месяц мы звонили, заявку сделали из управляющей компании. Никто к нам не приезжает. Прошел месяц, приехали ночью, раскопали. Здесь глубокая яма. Течь не устранили. Вода в доме не течет. Зато очень даже течет по улице, разрушая дома. Эти двухэтажки завод техстекло построил для своих рабочих лет 60 назад. И жители с тревогой наблюдают, как старые стены подтачивает вода. Во все инстанции обратились и жители дома номер 5Б по зеркальной. Говорят, полтора месяца не просыхает подвал, от постоянной влаги позеленели стены. Уровень воды иногда доходит до верхних ступеней. Когда сантехники хотят краник открыть или что, они одевают вот эти рыболовные брюки. Там вода иногда бывает больше, чем полметра. В Саратовводоканале сообщили, что о ситуации на зеркальной знают. Заявка от жителей имеется. Но аварий так много, что рабочие не успевают обслуживать адреса. Сейчас за сутки в Саратове устраняют по 20 повреждений труб. Людям предлагают запастись терпением. Но жители улицы Зеркальная всерьез опасаются за сохранность здания. Живут здесь преимущественно пенсионеры, для которых эта пятиэтажка – единственный вариант жилья. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.